Девушки отдыхают 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 Своим штилем и тоской, не мешай. А дрове поглубже легче будет вытащить. Канат надо привязать к лапе. Твоих советов никто не спрашивает. Никто не спрашивает твоих советов. А-а-а! А это идея. Молодец, Жек. Привязывайте канат крепче и тяните в ту сторону. Чего тебе надо? Не мешай. Убирайся отсюда. Если ветер марсельный, свежий, надо ставить марсели в два рифа и на форстинге стак, сельфонии и полный вперед. Вот тебе, свежий ветер. Ну ладно, полный вперед. Перестай косички, капитан. Эй, смотрите, капитан, капитан косички. Эй, эй. Что на нее смотреть? Взялись, ребята? Раз, два, три! Раз, два, шоу! Ура! Ура! Выдушили, наконец-то! А я что говорю? Давай прямо на корабль. Обошлись без лошадиной силы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Не везет. КОНЕЦ Я вижу, ты неразговорчивый. КОНЕЦ 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 Вы драться умеете? Давно не пробовал. Хочешь помериться силой? Хочу научиться. Понятно. Научиться драться – клевое дело. Труднее научиться побеждать. В драке? Да во всем. Мне бы только Павла сбить ног. Он сильнее меня. Победить можно не только силой. Часто побеждает воля. Ты это запомни. У тебя воля есть? Я могу терпеть боль. Ну, а обиду стерпишь? Скажите, кто вы такой? Бродяга. А разве теперь бывают бродяги? Встречаются. Дочку навестить приехал. Терпеть не могу, девчонок. Ну, я пошел. До свидания. Не поддавайся Павлу. СЛОДНОВНИВАЮЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩА Капитан Джек явился Извините за опоздание, адмирал У нас в городе появился бродяга Я только что встретил его на берегу Он обещал научить меня драться Он кажется славный малый А вы как думаете? А? Вы со мной согласны? Улыбаетесь, Нильсон Разрешите идти, адмирал Джей, служи! Служи, Джей! На, на, на Служи, Джей, служи! Умница! Опять мы с тобой одни Успеете встретить, доктор? Спасибо, Сергей, теперь успеем Устали? Трудный день был Давно не виделись с мужем? Пять месяцев Все в плавании? Мама! 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 Мамочка! Ты еще не готова, мы опоздали! Ура! Едем там встречать! Удевайся скорей. Ну, ты готова? А почему ты так долго не ехала? Очень много было вызовов, Женечка. Еле успела. Идем. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, здравствуй, Женечка. Как вы тут жили? Очень скучали. Я тоже. Как прошел рейс? Ничего особенного, обыкновенный. Послушай, у нас корабль есть, и даже якорь к нему нашли. Идем. Неужели? Но если якорь есть, значит дело будет. Ты моряк. Идем. Я покажу. Хорошо. Пошли. Ну, как вы без меня скучали, значит. Еще бы. Где же вы там? О. Ну, как, корабль нравится? Очень. Вот как пришлось встретиться. Понимаешь, просто не верится. Такая неожиданность. Пап, о чем ты говоришь? Об этом корабле. Папа, а что такое? Расскажи. Было это во время Отечественной войны в 44-м году. Война шла к концу. Этот самый корабль-сигнал под конвоем немцев вез наших пленных моряков, подобранных с погибшей в бою советской подводной водки. Надо поузнать, куда они их везут. Кто это там? Иди, иди сюда. Ну, так, так. Скотина. А ну, встать! Встать! Шпионец думал. Открывай рюк. Ну, быстро! Быстро! Пошел! Вниз! Пошел! Так впервые среди нас появился Митя. Пить. Есть вода. В тот день капитан Петров пришел в сознание. А что было потом? Ну, полуношники. Пора спать. Мамочка. Уже поздно. Ну. Спи. Спокойной ночи, капитан. Спокойной ночи. И счастливых тебе снов. Спасибо. Поднимай пару. Не идёт. Всё так жарило. Сиренее тяни. Ребята. На судне бандиты. Ты что болтаешь? Честное слово. Что там? Нож и рюкзак. У взрослых позвать? Не болтай глупостей. Никаких посторонних на корабле. Трое пойдут со мной, остальные на вахте. Оружие. Не трогай. Оставишь отпечатки пальцев. Руки-то я мыл сегодня. Всё равно запах останется. Собаку чуть. Посмотреть надо, что у них в рюкзаке. Полагается перчатку посматривать. А если это шпион или диверсант? Тогда бы у него была рация. Может быть, он её закопал. Или куда-то спрятал. Я же говорю, надо посмотреть, что в рюкзаке. Есть кто на судне? Полундра. Когда надо, так тебя нет. А мы высадили на корабле бандитов. Каких бандитов? Вот смотри, оружие. И нам нужно вооружиться. У кого есть в дом оружие? Могу достать штык. Штык. Нам нужно огнестрельное. Если перестрелка начнётся. Молодцы, я с ружьём. Ну? Только кремнёвое. А-а-а. Найти кремень, и мы уже стрелять. Давай, кремнёвое, пригодится. Что же делать, ребята? А вдруг эти бандиты на нашем корабле за границу мотанут? Надо заявить в милицию. Обойдёмся без милиции. Я думаю, надо установить за судном круглосуточное наблюдение. Молодец. Наконец-то. Пруса бригантина наполнились ветром, она полетела по бурлящему морю. Папа пришёл. Нет, ещё обедать будешь? Нет, подожду папу. Ветер свистел в шнастях, волны катились одна за другой, смедая всё на своём пути. Но бригантина не слайд. К порт бегала. Угу. Тебя бы родиться мальчишкой. Иногда и девчонки становятся моряками. Я буду как отец. Ты сегодня будешь дома, никуда не уйдёшь? Угу. Сегодня я могу отдохнуть, Женечка. Ты что, капитан? Опять тайна? Ну, расскажи. Подождёшь до вечера. Угу. Поправляете твой андрис? Да. Семь ночей провела возле него в шоковой палате. Спрашиваю вчера. Ты помнишь меня? А он смеётся, нет? Завтра выписываем. Ты у меня молодец, мама. И ты. Капитаном ветреный, как скалы, Вышел море, не дождавшись нас, В флибустьярском, в дальнем синем море. Бриган. Опять на работу. Митя. Здравствуй, Оля. Зачем ты пришёл? Что ж ты не приглашаешь меня в дом? Зачем ты пришёл, Митя? Хочу повидать дочь. Поздно, Митя. Я должен повидать дочь. Я приехал с другого конца света. Подожди меня у подъезда. Я сейчас спущусь. Ты сейчас неожиданна. Женя ничего о тебе не знает. Вот мы и познакомимся. Не нужно тебе её видеть. Женя ничего не должна знать о тебе. Она моя дочь. Ты же бросил нас. Ушёл неожиданно. Женя всё спрашивала, когда отец вернётся. И он вернулся. Гунар? Гунар. Он пришёл в трудную минуту, Митя. Я не мог жить с человеком, который мне не верил. Это всё отговорки, Митя. Ты опять не работаешь. И опять пьёшь. Сколько раз ты обещал мне бросить это. Я долго ждала тебя, Митя. А Гунар воспитал девочку. Она его любит. И уверена, что он её отец. Я должен поедать свою дочь. Ты познакомь меня с ней. Скажи, что, мол, приехал дядя Митя из Калининграда. Я попробую. Но ты мне дай слово, что не скажешь, Женя, что ты её отец. Хорошо? Здрасте, Митя. Здрасте, Митя. Полный, вперёд! А где мама? Была дома, только что ушла. Я тебя буду кормить. Да. Так. Садись. Спасибо. Па, а сейчас бывают бродяги? Иногда встречаются. Мама ничего не сказала. Когда она вернется? Нет, ничего не сказала. А ты шпионов ловил? Детективов начиталось. Нет, не ловил. Папа, а что было дальше с капитаном Петровым и тем юнгой? Что было с ними? Нас везли неизвестно куда. Капитан Петров был ранен и боялся, что может погибнуть. Он решил доверить мне тайну своей трубки. Послушай, Гунар, если останется жив, передай трубку командованию. В ней очень важные сведения, собранные нашей разведкой. Надо постараться, чтобы трубка досталась нашим. Держи. Эй, вы там. Выходи по одному. Ну, быстро, быстро. Кончать буду. Я знаю, что у вас есть сведения о разведгруппе. Если вы мне отдадите их, все останетесь живы. Я жду. Не отдадите, расстреляю. Считаю до трех. Раз. Два. Три. В тот день Митя спас мне жизнь. Мы захватили корабль, изменили курс и решили пробиваться к своим. Оскар, сейчас иду. Говори, что случилось? Да ты что, язык проглотил? Скорее на судно. Бандиты появились. Быстрее. Не отставать. Кто это тебе сказал? Сам видел. В каюте горит свет. Надо освободить судно. А если их целая банда? Ты трус, заяц. Мы должны спасти корабль. Может, придется драться. Ну и что, нас много. Подождите, я слетаю за ружьем. Быстрее, Оскар. Быстрее. Мы на корабль. Жми. Надо идти в разведку. Не нужно. Трус ты, заяц. Сама боишься. Как бы их не спугнуть. А вдруг они уйдут в море и останемся без корабля. Слышите, что они там делают? Ребята, пустите меня. Я схожу в разведку. Испортишь нам всю операцию? Не бойтесь, я тихонечко. Подойду туда к ним и послушаю, о чем они там говорят. Ну иди. Смотри только. Если испортишь дело, слопочешь у меня. Испортишь меня. Кипит ледяной океан И брызги стучат, словно пули Совсем молодой капитан не спит Остальные уснули Он смотрит в тревоге во тьму Он в море скучает по дому И трудно ему одному Такому Совсем молодому Совсем молодому Огонь погас Что-то у них случилось Где капитан Джик? Он ушел в разведку А может он прикончил бандитов И потушил огонь? Прикончил Как бы они его не прикончили Надо выручать капитана Идемте У меня есть одна новость Чего ты выхудуешь? Ты поскочишь, когда узнаешь Ну, давай, выкладывай Отец капитана Джека Вовсе не капитан Кто же он? Продяга Молчи, трепач Знаешь, что я вчера услышал Случайно, когда зашел в кафе В каюте люди Я видела одного Он босой, поет песни А оружие у него есть? Не видел я оружие А, оружие спрятано А награбленные товары есть? Не видел я товаров Завтра проверим Завтра будет поздно Сегодня ночью Они могут угнать наше судно Что же делать? Я знаю, что делать Надо поставить судно на якорь Верно Молодец Пошли Кто там? Капитан Джек Твой дядя Митя приехал Какой еще дядя? Ты разве не знаешь дядю Митю? Нет, не знаю Дядя Митя из Калининграда Скоро узнаешь Ты болтун Получишь сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Можете так? Да Кто вас научил? А меня отец Он капитан В Атлантику ходит И штормов не вылезает Ясно Как тебя зовут? Капитан Джек А вас? Митя? Дядя Митя Капитан Джек Хорошо придумал Татуировка у тебя есть? Нет Отец не разрешает Он строгий Я тоже буду как он строгим Иначе на море нельзя Вы из Калининграда? Из Калининграда Кто тебе сказал? Заяц Он хитрый такой Всегда все вынюхивает Каждому готов в рот смотреть Бывают такие Настоящий человек в глаза смотрит А он в рот Я бы с таким не дружил Эх, капитан Джек Вернуть бы мне твои годы И что бы вы делали? Не повторял бы ошибок А я часто повторяю Мне учительница говорит Что я в диктанте Делаю одни и те же ошибки Это поправимое дело В жизни ошибки тяжелей Получил в жизни двойку И не исправишь ее никогда Понял? Понял Ничего ты не понял Вот я ошибся однажды И на всю жизнь бездомным остался Дэй, ты закуришь Дэй, ты закуришь Ты что, притих? Курю А Между прочим Бывают капитаны Не пьющие, не курящие Я не пью Может быть Научить? Нет Нет, так нет Что молчишь? Курю Не накурился еще? Знаешь что? Давай бросим курить Вместе бросим, а? Бросили? Бросили Знаешь, о чем я подумал? А вдруг и моя дочь начнет курить Девчонки не курят Ну как, нашли свою дочь? Нет Отец! Папа! Это ты пожар устроил? Кто ты такой? Зайчик Зайчик? Марш отсюда Зайчик Наше судно горит Не беспокойся Это не пожар А дыма полно А этот дым без огня Есть такая дымовая шашка Слышал? Ясно теперь Здорово ты придумал Я их всех выкурил оттуда Бандиты чуть меня не убили Тебе не видно Чуть плечо не сломали Здорово они тебе Надо сказать ребятам Косички растрепались Чего тебе? А я бандитов выгнал Неужели? Ни одного не осталось на корабле Оскар видел Молодец, заяц Дядя Митя еще не приехал? Какой дядя Митя? Из Калининграда Бродяга Сам ты бродяга Ты что задаешься? Подумаешь, капитанская дочка Ты сейчас получишь Густы Ты что? Драться? Да Не крошь меня Ой Ой Ой, больно, больно Отстань, дура Съел, да? Трус Дура Женщина на корабле Плохая примета Ты плохая примета Я не женщина Я не плохая примета Здравствуй, Джой А дочь где? Скоро придет Что случилось? Митя объявился Митя? Приехал с дочкой познакомиться Что можно против этого возразить? Он же ее отец Но совесть у него должна быть Митя обещал не говорить Жене, что он ее отец Скажет, что он Дядя Митя из Калининграда Паруса бригантиной наполнились ветром И она... Довольно Пей молоко и ложись спать Ветер свистел снастя Тебе что мама сказала? Где ты пропадаешь с утра до вечера? Я о ней ничего не знаю А я тебе Иди, Джой Ну, Джой Кипит ледяной океан И брызги стучат, словно пули Совсем молодой капитан Не спит Откуда она может знать песню Митии? Может быть, она с ним виделась? Вряд ли, но от него можно ожидать чего угодно Ну, что ты, Ольга Митя был честным парнем Ты знаешь, что его сгубило И если валами бурляк По судину шторм одолеет Последним сойдет с корабля А может Сойти не успеет Слева по борту два немецких катера Война Оружию Вон они Флаг поднять Беречь боезапасы Есть беречь боезапасы Внимание По противнику Прямой наводкой Митя 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 убит Я очнулся в госпитале Доложил командование о сведениях разведки Которые были спрятаны в трубке капитана Петрова Корабль обыскален Трубку не нашли Капитан Петров был убит Свидетелей не было Только я и Митя знали о трубке Все, к кому я не обращался потом Не верили мне Считали, что это результат контузии Митя мне рассказывал, что его раненого смыло волной И его спасли рыбаки Митя был моим другом Все эти годы мне не давало покоя мысль Что может быть он виноват в том, что трубка пропала Митя 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 Да, у каждого корабля свой конец. Один погружается в море от удара подводной рифы, другой погибает во льдах, многие нашли свой конец в бою. А вот наш сигнал решили пустить на слом. Так распорядился начальник порта. Но это же несправедливо, так же нельзя. Он во время войны морякам жизнь спас, а его спасти некому. Несправедливо. Меня зовут, слышишь, до вечера. Наше судно, необычное судно. Оно спасло жизнь морякам. Это героическое судно. Фашисты охотились за ним, но сигнал дошел до наших. А теперь его хотят пустить на слом. Сигнал спас жизнь отважных моряков, а его спасти некому. Мы его спасем или вместе с ним пойдем на дно. Нет, судно должно жить. Слушай, Джек, у меня есть идея. Выведем корабль из порта и спрячем где-нибудь. Слушай мою команду, поднять якорь, поставить паруса по ветру. КОНЕЦ 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 Скорая помощь. Что у вас? Так. Адрес. Ждите, сейчас выезжаем. Тяжелый случай? Нет, не очень. Желтуха у мальчика. Смешной такой. Говорит, у меня яичница. Пришлось госпитализировать. Скорая помощь. Вас просит. Я слушаю. Здравствуй, Гунар. Что такое? Женя? Не обедала? Нет, не забегала. Хорошо. Не волнуйся, я скоро буду дома. Да, постараюсь. Скорая слушает. Так. Ясно. Адрес. Третья бригада на выезд. Скорая слушает. Так. Понятно. Адрес. Что видишь? Ура! Смотри лучше. Назад смотри. Вон, как качают. И лодки на корабле нет. Замолчи, трос. Молчи. Слева по борту обнимайка. Нас носит море. Опустить пары. Пока не утонули, надо скорее возвращаться. Зря девчонку послушали. Не молчи, Заяц. Иди на свое место. Не пришла? Нет. Что будем делать, Гунар? Да. А может быть, она ушла к Мите? Насовсем? Нет, этого не может быть. Почему ты так думаешь? Он мог ей все рассказать, пообещал взять в рейс. Женька бредит морем. Ей так легко закрутить голову. Нет, я этого не допускаю. Все дело в том, что Мите ее родной отец. Вот что главное. Родной отец? Кто ей родной отец? Да. Тот, кто записан в метрике или кто всегда рядом с ней. Тот, кто заботится о ней, любит ее. Все это правильно. Думает о ней каждый день. Но, может быть, Женя рассуждает по-другому. Ты для нее отец. Она тебя любит. А отец бывает только один. Женя. Я из порта. Старый корабль сорвало со стоянки и унесло в море. На нем дети. Всем, всем, всем. Шхуну сигнал с детьми на борту унесло в море. Прошу принять все возможные меры для их спасения. Третий квадрат. Маяк. Ответьте портнадзору. Понял вас. Портфлот. Портфлот. Говорит портнадзор. Прошу принять все возможные меры для спасения шхуны сигнал. На борту дети. Диспетчер. Есть сведения о сигнале. Простите. Слушаю вас. Да. Так. Большое спасибо. С маяка сообщают, что неизвестное судно без сигнальных огней пронесло в пятый квадрат. Откройте. Откройте, если вам не надоело жить. Что это? Бандиты. Если выпустим, убьют. Позовите капитана, шхуна дала течь. Что делать? Они рвутся на поле. Я же выкурала тут и все. И пойду. Еще немного, и мы все пойдем ко дну. Не открывайте, это ловушка. Надо позвать Джека. Бандиты требуют капитана. Где они? В каюте. Иди туда. Пришел капитан. Пришел. Слушай, капитан, судно дало течь. Открыть люк. Они убьют нас. Открыть люк. Руки вверх, сдавайтесь. Вы в плену у нас. Сопротивляться бесполезно. Ладно, ладно, где ваш капитан? Надо спасать судно. Я капитан. Ты? Капитан Джек? Дядя Митя, это вы? Слушай, капитан, в каюте вода. Надо объявить оврал, иначе пойдем ко дну. Понятно. Свистать всех наверх. Все и так не будем. Становитесь цепочкой. Будем отливать воду, пока судно на плаву. Два человека в каюту. На, держи. Кто пойдет? Капитан, пошли в трюм, посмотрим, где течет. Соложат, что придумали, а? Старую лохань вывезти в открытое море. Ничего страшного. Это судно ходило под носом у фашистов, и то ничего не случилось. Это верно. Вот только один раз снаряд рванул возле борта, судно получило пробоину. Подвели пластырь и удержали на плаву шхуну. Теперь от старости пропускает воду. Вы были тогда на этой шхуне? Да, я плавал на ней. И мой отец плавал на ней. На ней многие плавали. Бреши нет. Вода идет через щель. Ничего тут не поделаешь. Надо идти к берегу. Что это? Это трубка капитана Петрова. Прошло больше 20 лет. Мне сведения, которые необходимо было передать нашим. Вы знали капитана Петрова? Капитан Петров погиб. А мой отец жив. Гуна. Гуна. Быстрее! Не спи, заяц. Не хочу я носить вашу воду. Все руки стер. Если потонет судно, так вам и надо с вашим джетом. Дурак ты, заяц, ну не помогай. Не хочешь, не надо. Нам дядя Митя поможет. Он воевал на этом судне. Ему отец тоже. Они товарищи. Верно, дядя Митя? Капитан Джек. Этих штурвалов старайся держать курс на прожектора. А ты помоги поставить парус. Спасибо. Полное безветрие. Колдунчик не шевелится. Паруса лежат на стенгах. Это вам капитан Джек сказал? Так вы ему не верьте. Почему ж не верить капитану Джеку? Он все врет. Никакой он не капитан. Он девчонка. Женька ее звать. У нее под фуражкой косички. А если по морю ходит зыбь, то при качке паруса хлопают о стенге, наводя невыносимую тоску. Ты на меня тоску наводишь, заяц. Марш откачивать воду. Марш откачивать воду. Так смотрите. Фу! Видите? Наконец-то. Холодно было. Промосли, маяк. Не простудец? Кто же вас командовал? Нет, не мальчик. Не води свой сон. Холодно было. Не очень. Возьми, отец. Столько лет пролежал. Посмотрите, кто идет. Полное безветрие. Колдончик не шевелится. Бруссали жат на стенгах. Где капитан Жек? Я девчонку, мне интересую. А ну, сними фуражку. Почему это? Она не твоя. Призволь. Чего тебе надо? Не твоя. Отдай фуражку. Петельняшку снимай. Давай, давай. Ма, отдайте, не троньте. И брюки снять придется. Правильно. Не ори. Не прыгай ногами. Ой, что вы делаете? Помогите. Ой, ой. Перестаньте, как же я без брюк. Не замерзнешь, тепло. И на северном полюсе выжить. Горе-капитан. Горе-капитан. Послушай, научи меня водить корабль. Я сама в первый раз. Врешь. Честное морское. Просто не верится. Мой отец моряк. И у меня морская косточка. Морская косточка, говоришь? А если мой отец щитовод? Про щитовода я не знаю, но думаю, что и у тебя может получиться. Делай так. Что ты чувствуешь? Ничего. Значит, полное безветрие. Колдунчик не шевелится, паруса лежат на стенках. А если по морю ходит цыпь, то при качке паруса хлопают о них, наводя невыносимую тоску. Понял? Чего понимать? Все ясно, это штиль. Вот, держи. Отобрали у зайца. Ну и влетит нам. Нечего было слушать девчонку. Капитан, капитан. Вот загремел в милицию из-за нее. Брось пугать. Ты, заяц, всегда ноешь. Так. Ну, что с вами делать? Судить вас надо. Угнать старое судно в штормовую ночь. Вы понимаете, чем это могло кончиться? Оно построится. Команды не слышали. Быстро. Быстро, быстро. От имени руководства нашего порта объявляю вам благодарность. Зачтите приказ. Во-вторых. За проявленное мужество и находчивость в трудных штормовых условиях, за обнаружение и доставку ценных сведений, благодаря которым восстановлен героический подвиг наших отважных моряков, объявляю благодарность команде «Шхуны сигнал» во главе с капитаном Джеком. «Шхуну сигнал» передать ребятам и организовать на ней пионерский клуб юных моряков. Ура! Дайте таблетку димедрола, ноги в горячую воду. Я скоро буду у вас. У меня есть ваш адрес. Паруса бригантины наполнились ветром, и она полетела по бурлящему морю. Мамочка, мы теперь обязательно разыщем всех, кто воевал на нашей «Шхуне». А дядя Митя нам очень помог. Капитан Джек, это ты? Капитан Джек! Здравствуйте, как отдохнули? Хорошо. Набирай сил. А ты? Все в порядке. Вы уезжаете? Уезжаю, Джек. Слушай, а с чего это вы надумали угнать старую посудину? Ее же хотели сломать. А-а-а. А я-то думал просто так, из баловства о Жене. Откуда вы знаете, что я Женя? Мне показалось, что тебя зовут Женей. Капитан Джек, Женя, очень похожа. И ты похожа на своего отца. Это верно. Похоже. Еще бы. Геройский моряк. Ничего не боялся. Теперь вы больше не будете со мной дружить. Почему? Женщина на корабле плохая примета. Это все чепуха. И женщины бывают отважными капитанами. Ты же вот спасла жхуну и меня. А-а-а. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА